Делюсь с вами приятной новостью. Теперь каждый месяц вместе с Пэрой Пэрой Пипл мы проводим различные тематические вечеринки. На них вас ждет множество сюрпризов, куча косплея, подарков, конкурсов. В общем, всего и не причислишь. Все нужно видеть своими глазами. Обязательно приходите. А в доказательство того, что там круто, вот вам репортаж с Хэллоуин Пати, прошедшей в клубе Цистерна. Мы на первой совместной вечеринке Пэрой Пэрой и программе Бонзай. Как видите, народу нравится, ведь пати посвящена Хэллоуину. Гостей было человек 700. Как всегда, все в разных нарядах. Кто-то оделся на тему Хэллоуина, а кто-то все равно решил косплей своего любимого персонажа. Вечеринка началась с приветствия ведущих, после чего сразу начались конкурсы. У Пэрой Пэрой они всегда необычные и интересные. Чего стоят самые первые, где Зен доставал из якобы мертвой тушки различные органы, названия и принадлежность которых должны были отгадать зрители. Действительно, зрелище не для слабонервных. Но помимо мрачных внутренностей и зомби, каждый мог вдоволь повеселиться. Этажом выше посетителям был представлен коврик ДДР и пам. Рядом с ним любой желающий мог принять участие в чемпионате по салкалибру, а также сфотографироваться в специальном фотоуглу. На танцполе гремели опенинги и эндинги разных аниме. А время от времени на сцену выходили ведущие вечеринки. И не только чтобы провести новый конкурс, они еще и пели. Особенно запомнилась песня The Phantom of the Opera в исполнении Зена и Усаги Хаяши. Песня выбрана была не случайно. Разумеется, она приурочена к самому празднику канона Дня Всех Святых. Вообще-то в России не принято праздновать канон Дня Всех Святых. С другой стороны, я являюсь очень большим фанатом творчества Дима Бертона. Поэтому хэллоуиновская тема, она не просто близка, она очень близка. Это, возможно, немного готичные, немного разбавленные черным юмором сюжеты, которые, не знаю, вот очень приятно притворять их в жизнь, очень приятно как-то являться частью вот этого действия, пытаться, не знаю, сделать вот эту страшненькую, ужасненькую сказку былью. Но это выглядит всегда замечательно, прикольно, вообще в принципе весело. Впрочем, оба ведущих спели раздельно. За время вечеринки Усаги не раз поменяла свой образ. Каждая пати, в зависимости от тематики, то есть подготавливаются именно индивидуальные конкурсы. Это диатив такой, то есть придумывать конкурсы, наверное, самое забавное. Также у нас проводятся чемпионаты. Чаще всего это Салкали Бар, Гитар Хироу, Пампетап ДТР, Теккен. Мы подготовляем призы. Это аниме-продукция, ставка, фигурки. Канун Дня Всех Святых от Перо Перо удался. Мистическая атмосфера, подарки, приятная музыка. Что еще нужно, чтобы отлично отметить Хэллоуэн? Надо обязательно ходить на вечеринки Перо Перо Пиппл, потому что у нас всегда море позитива, мы всегда стараемся выдавать самую замечательную программу, большое количество анимочных кастов, в общем, все, что вы любите в аниме. О, у меня остались отличные воспоминания. Я в восторге как от ведущих, так и от конкурсов. Не хватает джей-рока, конечно, но зато была куча песен из опенингов и эндингов разных аниме. Впрочем, такой анимешникам гораздо больше нравится. Кстати, о музыке. У нас же сегодня музыкальный блок, но по-новому. Спасибо.